Он родился в V веке до н.э. в Древней Греции и прожил больше 90 лет. Он происходил из богатого афинского рода и учился у Сократа. В Каринской войне воевал на стороне Спарты. В Афинах его лишили гражданских прав. Когда отношения Спарты и Афин улучшились, афинское гражданство ему вернули. Но на родину он не вернулся. Жил в Каринфе. Много писал на самые разные темы. Однако основным его сочинением стала греческая история. Ныне его почитают как одного из самых популярных и плодовитых авторов древности. Почти все его произведения дошли до нашего времени. «Ксенофонт. Историк. Писатель. Воин». У нас в гостях кандидат исторических наук Андрей Стрелков. Андрей Валентинович, здравствуйте. Здравствуйте. Стрелков Андрей Валентинович окончил Московский государственный университет имени Ломоносова, исторический факультет, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории древнего мира, исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова, автор работ по истории древней Греции, античной нумизматики и эпиграфики. Начнем мы с того, что «Ксенофонт» входит в знаменательную, блистательную триаду греческих историков. «Геродот», «Фукидит», «Ксенофонт» — это вершина греческой исторической мысли. И надо отметить, что, во-первых, всех этих трех первых историков объединяют общие черты. А что-то разъединяет? Ну, прежде всего, общим является их происхождение. Все трое происходили из достаточно знатных аристократических семейств. Они были семьями состоятельными. Поэтому все три человека, эти будущие историки, получили очень хорошее образование. Без этого было невозможно. И главное, что их объединяет, что у них необычная, у всех троих необычная судьба с точки зрения нормального грека. Нормальный грек — это гражданин, это член своего государства. Человек, который живет в своем государстве, защищает это государство, который приносит пользу государству. Эти трое, которые стали историками, может быть, поэтому они и стали историками, воли судьбы оказались отторгнутыми от Родины. Геродот в достаточно раннем возрасте боролся против тирании ликдомидов в Галикарнасе. И на время должен был уехать на Самоса, когда там победили все-таки демократы. Потом навсегда добровольно оставил свой город. И скитался всю свою жизнь. И поэтому стал историком. Фукидид тоже из знатного рода филоидов. В 424 году он был признан виновным в том, что он не исполнил свой воинский долг, не смог защитить город Амфиполь во время Пелопонейской войны. И тоже был подвергнут изгнанию. И 20 лет находился вне Родины и писал свою историю. У Ксенофонта абсолютно та же история. Он оказался, правда, добровольно вне своей Родины. И большую часть жизни прожил вне своего афинского государства, хотя любил свою Родину. Итак, это то, что их объединяет. Теперь то, что их как бы делает особыми. И что выделяет Ксенофонта. Дело в том, что Геродот написал одну книжку. Ну, в нашем представлении, одну книжку, одно произведение, один труд, которое позднейшее поколение назвали историей. А сам он как-то, простите, называл? Никак. Никак. Потому что писал и писал, да, как писал. Никак. Понимаете ли, была такая... У него впервые употребляется термин «хистория» или «хисторео». Это исследование, расследование. В принципе, история первоначальная – это отнюдь не рассказ о прошлом. Это исследование происходящих событий и исследование их причинно-следственной связи. Вот первым этим стал как раз заниматься именно Геродот. И, в принципе, только уже в более позднюю Александрийскую эпоху его... И вот мы будем дальше говорить о произведениях Ксенофонта, и говорить, что они состоят из таких вот количества книг. Так вот, история Геродота состоит из девяти книг. Но разделение на книги – это только уже в эллинистическую эпоху. Поэтому первое название, которое дали его работе в эллинистическое время – «Музы». Девять книг, девять мус. Каждая книга называлась... Символическое такое название. Конечно. Ну, потому что... Простите, да? А что им двигало? Какие были мотивы для того, чтобы заняться этим расследованием? Какая-то практическая цель? Да нет. В этом-то и весь смысл для всех трех историков. Здесь нет принципа выгоды. Здесь принцип познания. Вся греческая культура... Почему? Здесь и возникает прообраз европейской науки. Человек реализует свое стремление к познанию окружающего мира. В том числе... И, кстати говоря, и... Ведь в самом начале труда Геродота, а Фукидид – продолжатель Геродота, Ксенофон – продолжатель Фукидида, там же есть замечательная фраза. «Я хочу, чтобы не исчезли те великие деяния, которые совершены были и греками, и варварами». Оставить по себе память. Но, кстати говоря, ведь это же очень важный элемент аристократического мышления. Ведь почему музы? Одна из муз – это Клио. Клио, дарующая славу. Славу даруются деяниями, которые запоминаются последующими поколениями. Поэтому все историки, они преследуют цель с тем, чтобы для будущих поколений оставить память о своем поколении. Не о прошлом, а о своем поколении. Геродот писал о событиях греко-персидских войн. Да, он был еще ребенком. Он родился в 484 году. Он описывает события с 500 по 478 год. Фукидид пишет историю Пелопонесской войны, которая была с 431 по 404 год. Он участник этой войны. Ксенофонд будет описывать в своих исторических, а он не только историк. Он будет писать и другие произведения. Почему он и писатель? Он будет описывать то, что было при его жизни. То есть, прежде всего, это событие не прошлого, а реального, настоящего времени. Так вот, то, что разъединяет этих людей. Геродот. Но при этом, да, простите, но вы сказали, что они продолжатели, да? Продолжатели. То есть, фукидид продолжателей Геродота. Ксенофон продолжательности. Продолжатель. Или нет такой причины следственной связи? Нет, нет. Есть такая вещь, что Геродот первый сформулировал направление нового движения мысли. Вот история, как определенный вид деятельности. Хронологического, хронологической преемственности здесь не будет. Геродот закончит 478-м годом. Фукидид начнет чуть-чуть накануне Пелопонезской войны, с 433-го года. Хотя у него в первой книге, которая называется традиционная археология, то есть древнейший период, у него есть так называемое 50-летие, Пентаконта и Тия. То есть, коротенький рассказ, что было с того времени по началу Пелопонезской войны. А вот Ксенофонт, Ксенофонт, это удивительно, он действительно прямой продолжатель Фукидида. Дело в том, что Фукидид не успел закончить историю Пелопонезской войны. И вот его работа в восьми книгах, но их тоже разделили уже в валинистическое время, восьмая книга не дописана, она обрывается. А вот история Ксенофонта начинается, а на следующий день произошло следующее. Пелопонезская война. Война между объединением греческих полисов под эгидой Афин и Пелопонезским союзом во главе со Спартой. Велась за верховенство среди греческих государств. Началась в 431 году до н.э. и закончилась в 404 году до н.э. Условно делится на три периода. Архидамова война, Сицилийская экспедиция, Дикелейская или Ионийская война. Победу одержала Спарта, которой на последнем этапе войны финансовую помощь оказала Персия. Афины распустили возглавляемый ими союз, на некоторое время отказались от демократического устройства, а также согласились на установление власти спартанских ставленников, так называемых «тридцати тиранов». Я хотел бы подчеркнуть, что и Геродот, и Фукидид обессмертили свое имя одним произведением. А Ксенофонд написал больше десяти произведений. И не только истории. Вообще-то у него всего два исторических произведения. Это греческая история, это продолжение истории Фукидида. И анабазис. Вот это рассказ о том событии, в котором он сам участвовал. Но это чаще всего называют «Поход десяти тысяч», хотя это не совсем так. Но это как раз конкретный исторический эпизод. Так вот, знаете, что поразительно, раз уж мы говорим о книжках. Вообще-то писателей, историков в Греции были сотни. И вот когда создавали Александрийскую библиотеку, и Колемах писал каталог, один только каталог занял 120 свитков, так вот он разделил на трагиков, комедиографов, на историков, на ораторов и так далее. То есть было их очень много. И там только были названия, количество книг, то есть объем какой был произведений. Но от большинства историков, вот мы начинаем с Геродоты и кончаем, ну, даже римским временем, поскольку Аммиан Марцелин тоже все-таки писал по-гречески. Так вот, от многих остались только имена, иногда названия, иногда фрагменты. Геродот сохранился полностью, Фокедит сохранился полностью. Все произведения Ксенофонта сохранились полностью. Вот так. Сохранились произведения Платона полностью. От почти 190 произведений Аристотеля сохранилось около 40. То есть, понимаете ли, история, ну, не как наука, а как процесс, она делает выборку. Иногда справедливую, иногда несправедливую. Поэтому, понимаете ли, когда мы говорим часто о нашем современнике, ой, это гений, он великий человек. Мы должны последовать совету Солона. Когда его вот все время Крест подначивал, а вот я счастливый человек, а вот я великий человек, он говорил, пока человек не закончит свою жизнь, мы не можем сказать о нем, был ли он счастливый. Но для писателей есть еще более страшная проверка. Это время. Время отбирает самых лучших. И Ксенофонт остался. Вот. Наш герой может быть назван счастливым. С точки зрения вечности, от имени Клио и так далее. И поэтому здесь нужно сразу сказать, почему он остался. Понимаете, его всегда читали. И когда мы говорили, скажем, об образовании, мы говорили, что ведь не было предмета истории, было предмет литература. Поэтому авторов, в том числе которых мы называем историков, их ценили, может быть, не за историческую достоверность. Хотя, повторяю, были новые историки, которые использовали их труды. Вот современный историк, я должен с горечью это признать, будучи сам историком, историки в основном пишут для историков. Они проводят хорошие исследования, они доказывают своим же сотоварищам, что они правы. А в древности не писали историю. В древности создавали литературные произведения. Поэтому никто бы, ни Геродот, ни Фукидит, ни Ксенинофон не выжили бы, если бы они не были крупными писателями. Забегая очень далеко вперед, уже когда пройдет много-много веков, особенно это конец эллинизма, это вот второй-первый век до новой эры, это эпоха принципата, римская империя, первый-второй век, новая эра. Когда возродится интерес классической древности, и когда будут создаваться многие произведения с оценкой разных произведений, ведь Ксенофон будет признан нормативным писателем, не историком, а представителем греческого языка. Вот знаете, что самое поразительное? Что именно Ксенофон, он признается представителем золотого греческого. У нас есть золотая латынь, есть золотой греческий язык. Вот нормативным считается язык Ксенофонта, Лисия и еще некоторых. Вот ему, этому языку, старались языку, не содержанию, языку, стилю, старались подражать. Что больше всего меня удивляет, понимаете, мы будем дальше говорить, что Ксенофон, вообще-то, он большую часть своей жизни был военным. Он отнюдь не интеллектуал. Хотя образованный человек, прекрасный человек. Но нормативным языком признаются мемуары бывшего военного. Представителем лучшего латинского языка является Гай Юлий Цезарь, полководец. Вот поэтому наши студенты читают, начинают изучать греческий язык с анабазис Ксенофонта, а латинский язык с Гальской войны Цезаря. Это нормативный язык. С Ксенофонтом, что интересно, и вообще со всеми историками, о которых я говорил раньше, что вообще-то о них в основном, об их жизни, известны из самих же их произведений. Даже если потом писали другие авторы, спустя много-много веков, о том же Геродоте, Фукидиде, есть произведения, во-первых, они не очень точны, а во-вторых, информация все равно извлекается из их же текста. Кстати, о Ксенофонте тоже писали. Причем самое поразительное, что вот о нем есть специальная глава в произведении Диогена Лаэрского. Это писатель уже начала третьего века новой эры. Он написал замечательную книгу о жизни и изречениях великих философов. Ксенофон попал в философы, потому что он писал о Сократе. Так вот, понимаете, вот с Ксенофонтом у нас сложность. Мы хорошо знаем вторую половину части его жизни, и, к сожалению, очень плохо знаем начальный период. И самая большая загадка для исследователей, а сколько у историков занималось Ксенофонтом? Сколько о нем пишут? Это один из самых популярных авторов для исследования. Он неисчерпаем. Так вот, историки, которые занимаются Ксенофонтом, они обычно делятся на две группы с точки зрения даты его рождения. Вот это самая большая загадка. Дело в том, что одни, ну, это как у нас у Свифта, есть те, которые разбивают с острого конца яйцо, есть которые с тупого. Да, тупо конечники острого. Да. Ну, так вот, одни считают, что Ксенофонт родился в 445 году. Другие считают, что он родился в 430 году. Разница в 15 лет. Значит, в чем причина? Ну, я принадлежу к тем, которые 445 год. То есть это тупо или острый конечники? Ну, вот я не знаю. Наверное, это тупо конечники. Определиться дальше. Ну, так вот, дело здесь в следующем. Почему они так делятся? Опять-таки, мы исходим из текста самого Ксенофонта. И даже не только из текста. В данном случае, вот здесь даже, как бы, основой является информация у двух более поздних авторов. Это как раз, по-моему, у Диогена и, по крайней мере, точно у Страбона. Есть такой эпизод, когда рассказывает, что во время... Ну, в любом случае, Ксенофон жил во время Пелопонезской войны. То ли он был ребенком, то ли он был юношей. Так вот, в 424 году произошло несчастное для Афенин сражение на территории Биоти. Это сражение при Делье. И вот авторы пишут о том, что Ксенофон, будучи еще тогда относительно молодым человеком, в этом сражении он упал с лошади, ну, вероятно, был ранен, его спас Сократ. Ну, там есть продолжение, но это совсем позднее, его отбрасывают. Сражение произошло в 424 году. Значит, он закончил полный курс эфебии. Это с 18 до 20 лет. Эфебов вообще не пускали за границу, а это Биотия. Значит, он должен был родиться не позже 444 года, поэтому считается 445. И есть второй момент, но это уже из самого Ксенофонта. Есть его знаменитое произведение внутри сократических пир. Ну, есть платоновский пир, есть ксенофоновский пир. Мы потом вспомним и Платона. Так вот, там описывается конкретный пир, конкретное событие. Он происходил в доме богача, одного из самых богатых людей Афин того времени. Это был Каллий. Он унаследовал от отца от гиппоника, большое богатство. Сам был очень богатым, хотя абсолютно бездарным человеком, который тратил деньги. И по поводу победы своего любимца, юноши Автолика, он устроил пир. Но на этом пиру Сократ, присутствует Сократ, ведется беседа, обсуждают проблему любви, но в философском смысле этого слова. И там среди участников ксенофонт. Но если он родился в 1930 году, мальчик восьми лет, ну не может участвовать в столь значительном... Ксенофонт мог бы рассказать. Платон часто прибегал к такому случаю. Мне рассказывали, я слышал и так далее. Ксенофонт в подобных случаях тоже прибегает. Здесь же он говорит, что он участник. Но поэтому, с моей точки зрения, все-таки более верны аргументы тех людей, которые говорят, что он родился все-таки раньше. Все, понимаю вашу версию. Или есть последствия еще? Нет, нет, нет. Почему считают, что в 1940 году, когда мы будем говорить об анабазисе, это один из основных трудов ксенофонту, он часто говорит, что он был молодым. Ну и считается, что этот поход будет в 1940-1940 год, ну вот хотя бы 30 лет ему должно было быть. Но есть еще одна важная деталь. У одних поздних античных авторов написано, что он прожил 90 лет. Чтобы прожить 90 лет, а мы знаем, что он умер где-то после 355 года, он должен родиться все-таки в 445 году, а не в 431 году. Синофонт, он изнатный, состоятельный. получил хорошее образование. Но он должен был в любом случае участвовать в Пелопонесской войне, только он явно не занимал никаких командных должностей. Самым известным и важным для ксенофонта событием в его юношеские годы в любом случае остается это общение с Сократом. И хотя есть эпизод у более древних авторов, который как бы иллюстрирует и как бы как некая копия с другими тоже происходят подобные события, но про ксенофонта рассказывают следующее, что еще до сражения при Делии в узкой улочке в Афенах столкнулись юный ксенофонт и Сократ. Сократ преградил ему дорогу и палку и спросил, где здесь продается еда. Ксенофонт ответил. И тогда Сократ спросил, а где можно научиться добродетели? Ксенофонт ответил, он не знает. И Сократ ему сказал, иди за мной. Вот так, согласно традиции, ксенофонт стал учеником Сократа. Сократ – древнегреческий философ. Его деятельность – поворотный момент античной философии. Своим методом анализа понятий, в частности диалектикой и отождествлением добродетелей и знания, Сократ направил внимание философов на личность человека. Сократ родился в Афинах. Его родителями были каменотес Сафроникс и повитуха Финарета. Сократ получил разностороннее образование, принимал активное участие в общественной жизни Афин, публично проповедовал свои взгляды. В 399 году до нашей эры ему было предъявлено обвинение в том, что он не чтит богов, которых чтит город, а вводит новые божества и повинен в том, что развращает юношество. По приговору суда Сократ выпил яд и скончался через несколько минут в полном сознании. Да, ксенофонт был учеником Сократа. Платон тоже был учеником Сократа, однако мы должны четко понимать, что такое быть учеником Сократа. Одно дело быть учеником Аристотеля и Платона, это значит быть в его школе. Это либо ликей Аристотеля, либо академия Платона. У Сократа не было школы. Сократ ходил в основном утром и вечером, когда не жарко, по людным местам, находил людей, которым, как ему казалось, будет интересно беседовать. Вот как? Вот так вот прямо палкой преграждал путь? Это неважно, палкой не палкой. Он задавал какой-то неожиданный вопрос. И вообще-то нормальный человек, наверное, как бы постарался увернуться, поскольку у Сократа была очень нехорошая репутация. Дело в том, что... Нет, он был умным человеком, все признавали его ум. Но вообще-то любой человек, большая часть людей, с которыми беседовал Сократ, в конце беседы чувствовал себя дураком. Это было очень неприятное чувство. Так вот, ученики, это были в основном те люди, которым было интересно слушать. Сократ ничему их не учил. Вот эти так называемые ученики Сократа, они ходили за Сократом и слушали, как он беседует с другими людьми. А Сократ, конечно, изобрел великолепное средство общения. Он впервые вел в практику диалог. И причем он сам никогда ничего не утверждал. Он всегда задавал человеку просто серию вопросов, но так поставленных, что человек сам, повторяю, вот в этом есть Сократический метод, не убеждать другого в своей правоте, настаивая или иногда физическими силами, принуждая признать свою правоту, а с тем, чтобы ваша точка зрения, ваша, возникла в голове другого человека. Вы должны только подвести. Недаром Сократ называл себя павиальной бабкой. У него мама была павиальной бабкой. А, то есть он знал, о чем он говорит. Да, он знал. Человек должен сам родить эту мысль. Вот тогда только эта идея будет крепка. Но многим людям было не всегда приятно чувствовать. Так вот, ксенофон, повторяю, был очень. Вот эта сократическая маэфтика, она ощущается у ксенофона? Ну, конечно же. Есть это, да? Вот в его наратию, его повествовании, в его истории. Здесь очень важно, что ксенофон, с одной стороны, он никогда не стал философом. И это хорошо. С другой стороны, вот понимаете ли, так сложилась ситуация, что ксенофон был, судя по тому, что он написал, был одним из любимых учеников Сократа. И Платон был одним из любимых учеников Сократа. И только эти два писателя сохранили учение Сократа. Сократ ничего не писал. И поэтому все, что мы знаем о Сократе, это происходит либо из так называемых сократических сочинений ксенофонта, либо из огромной серии диалогов, которые, по-моему, вообще в любых произведениях Платона везде присутствует этот самый Сократ. И поэтому здесь было очень важно, что очень давно начался спор. Дело в том, что и ксенофонт, и Платон рисуют немножко разного Сократа и с точки зрения его учения, и с точки зрения как человека. И поэтому спорили, а кому доверять вот в случае вот этих противоречий. Дело в том, что у Платона Сократ – это некая, ну, в каком-то смысле даже неземная личность. Это нечто воплотившееся, вот, мировой разум воплотившееся в человеке. У ксенофонта – это обычный человек. Он, по мнению некоторых, говорит слишком просто и ясно. Ну, величайший мыслитель, ну, как он может говорить вот таким образом? Причем ведь Сократ очень часто привлекал к различным сравнениям, там, из обычной жизни. У него там все время какие-то корабельщики, плотники, столяры и так далее. И поэтому, когда при 30 тиранах ему запретили говорить, он говорит, и что, не употреблять всех этих вот корабельщиков? Да, чтобы этого у тебя в твоих речах не было, сказали ему. Ну, так вот. Поэтому здесь очень важно, что, так сказать, вот, когда решали вопрос по Платону или по ксенофонту восстанавливать, то сначала, естественно, отдавали, конечно, пальму первенства Платону. Он же философ, а кто такой ксенофон? Это отставной военный, который не поднимался до тех вершин мышления, которым обладал Сократ. А потом, как ни странно, в начале 20 века резко поменяли суждения. Вот потому что ксенофонт не стал философом, а Платон стал философом. И, понимаете, они действительно оба любили Сократа. Это действительно их наставник. То есть, в одном случае, есть сократическая любовь, да, и в другом случае. Да, но вот, повторяю, они любили каждый по-своему. И вот Платон, повторяю, он величайший ум древности, он отдал своему учителю самое дорогое, что у него было – свои мысли. Сократ в диалогах излагает не свою философию. Сократ излагает философию Платона. А вот ксенофонт как раз, повторяю, поскольку своей философии у него не было, он спокойно и считает, что в данном случае, почему еще ксенофонт более прав, ведь вся система обучения, она же состояла в том, что и в лицее, и в академии, и в данном случае, ведь никто же не записывал за учителем. Это было не принято. Приходили вечером и записывали. Судя по всему, ксенофонт ввел дневник. И поэтому и память у них была получше, чем наша, потому что объем информации, который забивает, убивает современного человека, в то время был меньше. Поэтому считается, что, конечно же, ксенофонт более правильно излагает эти вещи. Принимаем такую версию. А теперь о самом ксенофонте. А теперь о вершин, да, он достиг и не достиг. Вот его военная биография. Чем примечательно? Итак, дело в том, что, опять-таки, он на родине никаких... Никак. Не прозвучал. Не прозвучал абсолютно. Единственное... Но он участвовал в боевых действиях, он выполнил гражданский долг. На стороне Афин, да? Ну, естественно, естественно, на стороне Афин. Вот. И проблемы возникли только в самом конце Пелопонезской войны. Надо сразу сказать, что ксенофонт, как представитель аристократии, пускай, судя по всему, не очень знатного рода, мы не можем возвести его ни алкмеонидом, ни филоидом, ни каким там, там, ни кериком. Но, понимаете ли, все аристократы, получившие тем более хорошее образование, они все были лаконофилами. Они все считали... Ну, понимаете ли, у них был пример. Спарта – самое сильное государство, самое стабильное государство. Поэтому не то, чтобы они выступали за Спарту как государство, они выступали за спартанский образ жизни, за спартанскую политическую систему. Хотя, если бы им пришлось там жить, они бы вряд ли им понравились. Это все-таки было очень суровое. Это, видимо, извечное искушение в истории. Было принято. Но есть в любой стране, скажем, у нас в свое время в России были сторонники, например, Франции и французского образа жизни. А потом стало популярно... Франкофилы, англофилы, германофилы и так далее. Да, англофилы, германофилы. Спарта, Лакедимон – древнегреческий полюс в юго-восточной части полуострова Пелопонез. После завоевания в 8-7 веках до н.э. соседней Мессении, Спарта превратилась в самое крупное греческое государство. По преданию, государственный строй в Спарте был установлен законодателем Ликургом в 9 веке до н.э. Спартеаты владели равными земельными участками с прикрепленными к ним государственными рабами и лотами. Сами занимались главным образом – военным делом. Спарта – классический образец полюса с олигархическим государственным строем. Соперничество между Афинами и Спартой привело к Пелопонезской войне 431-404 годов. Победив в ней, Спарта утвердила свою гегемонию над Грецией. После поражения в ряде войн в 4 веке до н.э. Спарта превратилась во второстепенное государство. В конце войны, когда все-таки дожали Афины, они капитулировали в 434 год, была блокада. Лисандр принудил к сдаче Афине, распустили Афинский морской союз, сдали корабли, под звуки музыки разрушили свое укрепление, ликвидировали демократию. И установили режим проспартанских ставленников. Это так называемые 30 тиранов. Они вообще-то были олигархами, как представители правления немногих. Олигархи – это небогатые люди, это просто те, которые… группа людей, которые правят государством. Богатство – это неважно. Кстати, они были небогаты, поэтому им пришлось ограбить многих, чтобы как-то поправить свое положение. Были убиты тысячи людей, причем не только сторонников демократии, а просто даже иногда нейтральных. Вот они стали убивать богатых метеков, потому что денег не было ни в государственной казни, ни у них. Кстати, возглавлял этих тиранов Критий еще один ученик Сократа. Вот. Кстати, Алки-Виад был тоже учеником Сократа, поэтому Сократу потом это поставят в вину. Вот. И вот, кстати, эти 30 тиранов, они запретили Сократу преподавать. И ксенофонд, который будет описывать, я уже сказал, что он продолжит войну. Но весь конец войны мы знаем именно из ксенофонта. С 411-го. И дальше будет продолжать ксенофонд. Так вот, он пишет об этом периоде, но как-то не очень внятно. Не то что внятно, он не заострял внимание на тех террористических методах, которые в то время были. Хотя он больше всего, его симпатия, он был в это время в городе. Многие считают, что он входил в тот военный отряд, который спатанцы разрешили иметь этим 30 тиранам. Но, повторяю, он не был сторонником такого же, такого жесткого. И он очень хорошо написал об одном из этих 30 тиранов, Ферамене. Он был сторонником, Ферамен был сторонником умеренного правления. И поскольку он сказал, что мы не должны проводить такую террористическую деятельность, Критий его исключил из числа граждан и казнил. И вот именно, повторяю, не Критий, с которым он был знаком, ксенофонд, а именно Ферамен, судя по всему, олигархические взгляды, но такого умеренного толка. Потом ксенофонд очень хорошо описал, он знал все, как демократы вернулись, как разбили этих самых. Но демократия была восстановлена в 403 году. Был провозглашен лозунг на гражданский мир. Было запрещено преследовать. Афины не выжили бы, если бы они потом стали разбираться. Поэтому было запрещено. Гражданская война, что камни, камни могли остаться. Да, вот Афинам было это невыгодно. Вот, но потом уже как-то своими путями сторонников тиранов преследовали. Потом сам ксенофонд напишет, что в 400 году, когда спартанцы попросят у Афин помощи для борьбы с Персией, они вот этих всех сторонников олигархии собрали в одну кучку и послали в Малую Азию. И сам ксенофонд пишет, это было сделано для того, чтобы, ну, во-первых, их не было в городе, и во-вторых, чтобы они имели возможность погибнуть там. Так что... То есть на верную смерть, да, их посылали? Ну, это неверная смерть, но это была возможность. А, возможность. Так что демократы, они, в принципе... Ну, и в этом же ключе была и расправа над Сократом в 399 году. Ксенофонту не понравилось восстановление демократии, поэтому в 401 году он навсегда покинул свой родной город. Так, вот смотрите, какой-то очень важный рубеж в его жизни, да? Да, да, это главный рубеж. А жизнь его поменялась с этим? А, с этого начинается его изгнание. Только, хочу, чтобы мы поняли, он ушел со своей родиной добровольно. Он ее покинул, даже как, кстати, Геродут, это же никто не изгонял. Он сам покинул Галикарнас, когда там, как ему показалось, демократия приняла не очень правильные формы. Ну, то есть это такой очень глубоко осмысленный гражданский поступок. Естественно, это был гражданский поступок, и ксенофонд никогда не жалел, хотя мы четко должны понимать. Ксенофонд, ему потом придется даже выступить против своей родины. Но, ну, так случится, ну, будет такой эпизод неприятный. Но Геродот, ой, ксенофонд всегда любил Афины. Он всегда любил родину, он был патриотом. Он не любил демократию. Это разные вещи. Политический строй. И, понимаете, он демократом почему не любил? Ну, во-первых, он был конкретным человеком. Это мы с вами можем размышлять. Демократия хорошая, плохая. У него была реальная демократия. У него были конкретные реальные политики. Он никогда демократам не простил того унижения, которое испытала его родина, когда потерпела поражение. И он сам. И он сам. Но он же был представителем. И потом он никогда не простил демократам смерти своего учителя. Он считал, что они виноваты. И он был представителем. 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 Пелопонезская война закончилась, но это начинаются другие всякие аспекты, что произошло в 401 году. Вот как раз ксенофонд принял участие в одном из событий, вроде бы второстепенном событии, которое касалось не Греции, а Персии. Это так называемый поход Кира Младшего. Дело в том, что вообще-то персидская держава, несмотря на свою колоссальность, на, в принципе, достаточно неплохое устройство, Дарий Первый хорошо устроил свое государство. Это была хорошая держава. Так вот, там все время происходили всякие заговоры, всякие гаремные какие-то. Там все время сатрапы выставали. Поэтому, в принципе, это было всегда. Но об одном таком эпизоде мы знаем слишком хорошо, благодаря ксенофонту, потому что он его описал. В 401 году младший сын недавно умершего персидского царя Дария Второго, Дарий Второй, умер в 405 году. И власть унаследовал старший сын Артаксеркст Второй Мнемон, то есть памятливый. Вроде бы все правильно по старшинству. Кира Младший был младшим. Вроде бы все нормально тоже. Ему там дали три сатрапии в Малайзии. Это и так много. Кстати, именно он от лица персидского царя помогал спартанцам побеждать на последнем этапе, поскольку спартанцы победили только благодаря персидской помощи. И наш ксенофон что-то делает в этой истории. Да, так вот важно здесь следующее. Кир считал, что старший брат правит не по старшинству. Хотя, посмотри, они братья. Отец один, мать одна. Все здорово. Ненавидели друг друга до предела. Тот родился раньше, но Кир родился, когда папа стал царем. А Артаксир, когда был, здесь очень сложные принципы престола наследия. Поэтому Кир собрал армию приблизительно 70-тысячную и еще 13 тысяч греческих наемников. Повторяю, они освободились. Война закончилась. И в армию Кира пришли все, которые только что воевали. Афиняне, спартанцы, аркадяне, ахиецы, биотийцы и так далее. Ксенофон пишет, что он не был наемником. У него был друг биотийц Проксен. И он пригласил его. Пригласил. Он гость. Он гость. Вот. И дальше вот начинается в 401 году, летом 401 года, эта армия. Ну, Кир говорил, что они идут подавлять там восстание в одной сатрапии. Там были действительно песидийцы, которые все время... А, это было внутреннее дело. Это было внутреннее дело. И все... Им не говорили правду. Салада это не связано. Нет, нет, нет. Это никак не связано. И вот Ксенофон, который потом напишет Анабазис, это после 386 года, он великолепно описывает, во-первых, расстояния, которые были между отдельными пунктами. Описывает, что в каждом городе там зверинец, сады, там еще. Там есть пещера, где кожа Марсия висит, которую там Аполлон содрал, оттуда река. То есть прекрасный источник по этому, этой вещи. Затем, потом, когда они дошли уже до Песидии, там нужно было туда повернуть, а они прошли в Киликию. Это юго-восточная часть Малайзии. Оттуда было ясно, либо в Северную Сирию, либо в Месопотамию. Ну, и Кир уже рассказал, что мы идем бороться... Раскрыл карты. Да, раскрыл карты, но сошлись... Нет, ну, Ксенофон-то он ничего особенного не делал. Греческий, нет, нет, нет. Он вообще в первых книгах о себе пишет очень мало. Так вот, для него главный герой, кстати, Кир, он его любил. Это был... Он погибнет 22 года. Но Ксенофон считал его очень талантливым юношей. Он очень рано начал участвовать в управлении государством, и все. Так вот, просто наемникам греческим увеличили жалование, и они пошли воевать. Итак, именно она бы здесь считается образцом. Вот Плутарх считал, что описание битвы при Кунаксе – это вообще шедевр. Как будто бы... Описание битвы. Описание битвы, которую он сам принял. Это литература. Ну, конечно, это история и литература. Понимаете, нельзя разделить. Ну, нельзя это разделить. Мы об этом... Это главное, о чем мы сегодня говорим. Ну, так вот, в 80 километрах от Вавилона сошлась армия. Считается, ну, что у Артаксеркса было, конечно, побольше немножко человек. Началось сражение. Наемники разбили ту часть персов, которая против них была. А здесь произошел решающий момент. Дело в том, что Кир-младший, он, в принципе, правильно решил задачу. Дело в том, что потом Александр будет делать так же. Надо бить по центру, надо бить по царю. Александр дважды при Исии, при Гавгамелах, обходя по флангу. Кир, 600 всадников, прорвался вперед, разбросал охрану и даже успел ударить своего брата в грудь копьем. Потом его будут лечить. В смысле, Артаксеркса. И все это мы знаем благодаря Аннабасе, да? Да. Ну, так вот. Но тут подоспела охрана, Киру порубали в куски. И здесь возникла уникальная ситуация. Значит, 13 тысяч, ну, там кто-то погиб к этому времени. Оказались на территории современного Ирака. Без денег. Без цели. В общем, все это было очень сложно. Персы пригласили командиров, 5 стратегов и 20 лохагов, это более мелкие, и убили их. Греки быстро собрались, выбрали новых. Вот здесь появляется ксенофонт. Знаете, что самое поразительное? Что вот эта книжка, здесь много написано о ксенофонте. Вот дальше все время будет главным именцом ксенофонту. Потому что ксенофонт сделал очень мудрую вещь. Вообще-то он выпустил эту книгу под именем Фемигистона, сиракустца. То есть, вообще-то, автором считался не ксенофонт. Хотя Плутарх тот же писал, ну, все знали, кто был автором. По сути дела, ксенофонт предвосхитил одну очень важную идею. Точно так же поступит Цезарь. Гальские воины он выпустят от другого имени. Поэтому он везде будет так хорошо писать о Цезаре. Итак, значит, дальше будет описание, почему это вошло. Восемь месяцев они будут идти от Кунакси по западному Курдистану, по Малой Армении, будут подниматься к Черному морю. Они потеряют половину. Вот когда они достигнут одного из греческих городов на побережье Черного моря, они посчитают, у них будет 8600 человек. Но они пробьются. Потом они пройдут по побережью к Византию и так далее. И потом начнется жизнь наемника. Потому что... И для ксенофонта тоже? И для ксенофонта. Он потом будет за деньги воевать в Афракии, помогать всяким там династическим расприям. Потом в 390 году начнется война Спарта и Персии. Он со своими наемниками, как командир, перейдет к спартанцам. Сначала будет у одного полководца, потом у другого спартанского. А потом в 396 году сюда прибудет спартанский царь Агисилай. Это будет очень сильная, мощная личность. И они подружатся. Потом ксенофонт напишет торжественное слово. Энкомий Агисилай, где он о своем товарищ, товарищи, друге, напишут очень много. И с тех пор его жизнь все время будет связана со Спартой. Поскольку персы не выдерживали натиска спартанских войск, то они сделали очень мудро. Они послали деньги в Грецию, и там началась война греческих полисов против Спарты. И поэтому армия Агисилая, она вернулась, она вернулась вот сюда. И вместе с этой армией вернулся ксенофонт. И поэтому в 394... Вернулся она? В Грецию в составе спартанской армии. Вот в 394 году встретилась спартанская армия и союзники ее. А с другой стороны были коринфяне, фиванцы, афиняне. И здесь в битве перед Керонеей он был в армии спартанцев. Он выступил, он не воевал. Он не противник Афин. Он не противник, но он спартанской армии. За это его лишили гражданских прав. Вот. Был лишен. Лишен граждан. Тогда вопрос. Был прощен? Потом. Но был. Был. Он будет в спартанской армии до окончания Каринфской войны. В 386 году будет заключен царский мир. Все. Он уйдет на пенсию. Спартанцы дадут... Наемник-отставник. Ну, конечно. Прекрасно. Но он никогда не назывался наемником. Хорошо. Он военный. Так вот. Ему спартанцы дадут хорошее поместье. Рядом с Олимпией, в Скилунте. Он построит копию храма Артемиды Эфеской. Благочестив. Он верующий. Он верующий. Он глубоко верующий. Жена, дети. Жена Фелисия. Прекрасно. Сын Грилл и Диодор. Воспитанные спартанцами. Потом, когда уже изменена ситуация, когда на роль гегемона в Греции будут претендовать филы, демократические филы, демократические афины, после того, как Спарту разгромят, соединятся с аристократической Спартой. И вот тогда ксенофонда простят. И поэтому последний эпизод, который как бы очень важен для нас, это последняя битва, где полководец Апоминонт вторично разгромит спартано-афинскую армию в битве при Монтенее в 362 году. В этом сражении погибнет старший сын ксенофонда Грилл. А к тому времени, уже после 371 года, ксенофон будет жить в Каринфе. Поэтому после... Там уже какие-то были удивительные слова, да, пронзительные, которые он сказал на смерть сына. Конечно. Когда вот пришло сообщение о его смерти, повторяю, он уже глубокий старик в это время. В это время он приносил жертвы богам. Он был в венке, когда он услышал, что сын погиб, он снял венок. Но когда он услышал, что сын его погиб доблестно, он надел венок и сказал, я же знал, что мой сын смертен. Значит, все-таки был философ по жизни. А знаете, я хотел бы в конце немножко, скажем, другой чуть-чуть финал. Снизить пафос, да? Да немножко снять, а наоборот, немножко завершить. Понимаете? Вот работа у Факедеда, вот он не завершил свою работу. Кроме ксенофонта, еще другие авторы тоже были продолжателями. Но, знаете, чем кончается история? Вот ксенофон написал все, он все успел. Но он закончил 362-м годом. Он написал последнюю фразу, что дальше пускай пишет кто хочет. Для него больше уже все то безобразие, которое творится в Греции, не представляет интереса. Что мы все-таки прояснили? Мне кажется, что вот это сейчас дорогого стоит, может быть, самого дорогого для нашей вообще передачи. Во-первых, мы очень хорошо поговорили очень глубоко с такой историей. Почему, собственно, мы здесь сидим в студии и кому-то что-то рассказываем, да? И кто мы такие, по сути? Конечно, мы не сравним себя с ксенофонтом. А он действительно был философом. Вот это сократическое, в нем, видимо, да, вот дало свой удивительный плод в финале жизни. И это потрясающе. Время нашей беседы подошло к концу. Мне осталось только поблагодарить Андрея Валентиновича за этот увлекательнейший рассказ. А с вами, уважаемые телезрители, мы вскоре встретимся вновь, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok